Приветствую вас! Вот, отвечая на вопрос о том, чего мужчина хочет и почему он ведет себя в подобной ситуации именно так, а не иначе. Можно сказать следующее, вы безусловно человеку нравитесь, вы безусловно вызываете симпатию у мужчин, это да, но по каким-то причинам он видит препятствия на пути сближения с вами. Это препятствие, оно заключается и в его социальном положении, по его мнению, и в его образе, который, как он думает, вы видите его, воспринимаете. И, наверное, в своих личных восприятиях. Потому что особенность, полагаю, английских зрителей такова, что они обладают, наверное, строгостью. А вот тут момент такой, дело в том, что не очень хорошо. Я лично знаю о особенности иностранцев, то есть тут все равно не индивидуально, надо выбирать мне качество, хотя из колорита. Но мужчина по каким-то причинам не мыслит себя рядом с вами, считая, что это что-то постыдное, это что-то неприемлемое для него. С чем связана подобная реакция, с чем она вообще может увязываться? Пожалуй, первое и самое главное, это социальный аспект. То есть мужчина почему-то считает, что вот общество на вас, на пару, будет смотреть, ну, довольно-таки косо. И его это волнует. Его вообще беспокоит общественный мнение, судя по всему, потому что, ну, иначе бы он не очень-то церемонился, я думаю, давно бы уже начал бы с вами общаться в более неформальной обстановке, но тем не менее. И социальный аспект его беспокоит очень сильно. И если это действительно так, а мы здесь употребнём, что говорим предположительно с ваших слов, потому что вы можете быть субъективным, и вы являетесь субъективным. И поэтому вот принимать ваши слова как совсем уж стопроцентную истину, к сожалению, нельзя. Значит, социальный аспект отношений для мужчины скрывает его репутацию. То есть он опасается того, что в результате взаимодействия с вами, у него ухудшится положение в обществе, у него ухудшится какие-то связи с обществом и так далее. Чем это может быть вызвано? Опять-таки определяются особенностями английского общества. Я думаю, что его вы знаете лучше в любом случае. Но, тем не менее, социальный аспект оказывает серьёзное влияние. Далее. Мужчины обладают достаточно серьёзными моральными нормами, рамками, критериями и так далее. Почему? Да потому что только такой человек, человек может работать с детьми. Только такой человек может вкладывать в детей свое время, душу, силу и энергию. Человек с высокими моральными ценностями. И вот такой человек смотрит, что вы сейчас разводитесь. Вы сейчас определённо находитесь в смешанных чувствах. Вы ослаблены. Так вот, эта ослабленность, она конечно же вам мешает. В каком плач, опять-таки, по мнению мужчин? Значит, вы находитесь в смятенных чувствах. То есть, вам нужен мужчина. По крайней мере, так считает человек. И вы, испытывая кризис в отношениях сейчас, хотите заменить. И он, по сути, когда с вами сближается, он получается так, что вами пользуется. Мужчина не хочет с вами пользоваться. Мужчина хочет, чтобы вы, если проявили свою симпатию, то проявили бы её искренне и недоматнённо, чисто. А это, по его мнению, возможно, лишь после того, как вы, наверное, разведётесь. Тут, опять-таки, можно только говорить, потому что, ну, объективно, залезть в голову третьему лицу, то есть, в мужчине, достаточно сложно. То есть, вот этот аспект, он также важен. Мужчина не хочет с вами поспорить, не хочет, чтобы вы потом жалели. И сближаться с вами мужчина тоже не хочет, потому что понимает, что вот вы сближитесь, какое-то время вместе побудете, а потом произойдёт охлаждение, и он будет, допустим, не нужен вам. А вы, соответственно, не будете, наверное, так же нуждаться ему. По крайней мере, так мужчина думает. Дальше. А дальше, такое вот поведение человека свидетельствует о том, что у него есть негативный опыт. Вот, знаете, такой негативный опыт по процессу отношений. Раз мужчина, вот он осторожен, он ведёт себя сдержанно, робко, да, раз он осторожен, значит, на то есть причины. А какие причины осторожен? Только негативный опыт, сдерживающие факторы и нежелание представлять своих ошибок, чтобы они, собственно говоря, не приносили вновь и вновь вот эту самую боль, боль может быть негативной, эмоции и прочее. То есть у мужчины есть определённое защитное поле, которое не пропускает вас достаточно близко к нему, исходя из его поручих отношений. Значит, вам, чтобы это поле преодолеть, ну, очень желательно, собственно говоря, самостоятельно больше проявлять инициативу по общению с ним. И здесь мы подходим к таким аспектам, когда человек может думать, что вот, вы слишком хороша для него, вот он слишком плох для вас, кто он, кто вы и так далее. То есть тут вот все эти мысли могут мешать ему с вами сближаться. Правда заключается в том, что у вас есть вот эта вот самая неопределённость. И эта неопределённость, она будет с вами до тех пор, пока вы не попробуете сами что-то сделать. Пока вы не попробуете сами довести с мужчины дьявол, причём довести настойчиво, упорно, эффектно. Почему? Да потому-то вам это нужно. Потому что вам нужно показать мужчине, что вы готовы, собственно говоря, с ним взаимодействовать, хотя бы просто как, ну, как друзья хотя бы. И если вы увидите у мужчины положительную реакцию на это, что он готов, тогда вы хотя бы будете знать, что он действительно готов. А если вы увидите негативную реакцию на его поведение, то вы хотя бы будете знать, что эта реакция негативная, что вы сделали всё, что могли. потому что ситуация складывается так, что вы приводите очень много фактов. вы рассказываете нам едва ли не целую жизнь, вы рассказываете нам едва ли не такой, знаете, прям, серьёзный эпизод из вашей жизни. Так вот, это ваше мнение, это ваше видение картин. Но проблема заключается в том, что много факторов влияет на картину реальную. вы этих факторов можете не замечать сил своего эмоционального состояния, сил своей заинтересованности и прочее. И эти моменты никак не исключить. Поэтому, когда вы говорите одно, тогда можно подразумевать второе, третье, четвёртый нот. Вот я почитал от всех экспертов, они пытаются как бы вас научить, они пытаются вас направить, говорят, вот, у вас влюблённость, вот, у вас вы, там, называли себе иллюзию, и прочее, прочее, прочее. Они, конечно, правы, может быть. А проблема тут заключается в том, что если наша это иллюзия, то это ваша иллюзия. И вы можете из этой иллюзии сделать реальный. То есть, придать реальные очертания изначально иллюзорным обстоятельствам. И вот вы сейчас, вот вы заканчиваете своё повествование на том, что говорите. Мужчина перестал обращать на меня внимание, он отдалился от меня, он дал холодно. Почему? Потому что он почувствовал то же, что чувствовали вы. Вот всё то же самое, когда вы ехали в автобусе, он всё это чувствовал, то же самое. Возможно, даже ещё больше. Но ему это показалось. Уже заградно. Он понял, что дальше он сдерживаться как бы не сможешь. Он хочет с вами близиться. А возможности для него нет. И теперь он не будет проявлять никаких к вам эмоций. Он будет, да, на вас смотреть, он будет ещё как-то невербально вам показывать своё неравнодушие. Но больше ничего от него вы не увидите, скорее всего. Потому что мужчина для себя принял решение уже. И, конечно, перед вами теперь стоит выбор. Вот вы либо принимаете ваше решение, и вы говорите, ну вот, ладно, он не захотел, я смирюсь, да, я просто, ну, как бы не захотел, и ладно. Либо вы сами начнёте что-то делать. Сами будете с ним разговаривать, сами общаться, втягивать его в диалог с вами и так далее, чтобы увидеть его настоящую реакцию. Не ваши домыслы, а реакцию. И ведь мы подходим к самому главному. Видите ли, то, что вы написали, вот всё, кроме добавления, то, что вы написали, это, как бы, это изложение фактов и ваши эмоции. Это даже не ощущение, это эмоции. То есть, лично ваши переживания. А что происходит с мужчиной? Мы видим только по вашим словам. И потому, что вы описываете его, вот, реакцию, его поведение и так далее. Но это космические доказательства вообще чего бы ни было. Вот, чтобы эту ситуацию завершить, вам нужно свои домыслы превратить в реальные обстоятельства. Какие это реально обстоятельства? Ну, например, предложить мужчине просто где-нибудь посидеть, поговорить. Сказать ему, что вот вам понравилось, как он там с детьми работает, вы хотите с ним пообщаться по поводу детей. Потому что вот теперь, скажем, у них нет отца, да, и вам нужно вот больше посоветоваться с мужчиной, как воспитывать детей, допустим. Понятно, что предлог это надуманный, но он имеет место быть. И мужчина, если он хочет с вами сблизиться, он его воспримет. И вот вы получите, во-первых, подтверждение, его желание с вами общаться, или опровержение. И если вы посидите, то процесс общения, вы его узнаете уже как человека реального. Сейчас он много чего надумывается, сейчас он много чего придумывается. А тогда перед вами будет реальный человек. И вы себе будете отдавать отсчет в том, что вам с ним делать. Подходит он вам, не подходит ли он вам. Есть ли у него спасти к вам, или нет у него к вам спасти. То есть ситуация станет реальной и потребует от вас реальных действий. И неопределенность исчезнет. А исчезнет неопределенность, и исчезнет, собственно говоря, вопрос. Потому что все будет понятно. Но для того, чтобы это сделать, нужно решимость. И решимость здесь только одна. Если вы не сделаете этого, то, соответственно, будете жалеть. Вы будете жалеть, если не попробовать. Вы будете думать, что упустили, возможно, свое счастье. И это так и будет. Чтобы вот этого сожаления не было. Делайте все от вас, зависящее, именно от вас. Вы до сих пор ждали. Вы ждали его реакции. Вы ждали его поступков. Попробуйте сам теперь. И проявите первые шаги. Не нужно проявлять инициативу постоянно. Но первые шаги проявить можно. Так, чтобы мужчина понял, что вы хотите с ним общаться. Вы хотите с ним взаимодействовать. И если он желает этого тоже, то он вам ответит заимностью. Если нет, то в любом случае, не важно, что им движет, вы уже повлиять на это не можете. Если мужчина робкий, простите, его придется время тянуть по собой. Рано или бонзором не дает. И если у мужчины нет вам серьезных чувств, то, соответственно, это будет означать, что вы, ну, накрутили себя. Но, по крайней мере, у вас будет результат. И результат позволит вам что-то делать. Дальше. Жить дальше. Не ждать, а жить. Не получилось с ним хорошо, и вам получится с кем-то еще. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личный купон «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Спасибо за внимание! Продолжение следует... mozie. Продолжение следует...